Министр обороны Армении Сергей Пакетов, есть цифры, количество расширений, численности 102 базы? Вы знаете, наверное, это не моя прерогатива, давать такие цифры публично первому. Я думаю, что это сделают в свое время те люди, которые за это непосредственно отвечают. Ну где будет эта развернута военная база? Есть? Ну, военная база находится в Дюмри. Да, мы знаем. А сейчас? Я еще раз повторяю, идут вопросы, обсуждаются относительно различных направлений укрепления взаимодействия между нами, между нашими странами, между вооруженными силами. Я думаю, в свое время будет соответствующая информация. Сергей Павлович, после войны армянская армия нуждается в очень серьезном, кардинальном пересмотре очень многих ключевых компонентов, модернизации вооруженных сил, оптимизации. Готова ли российская сторона в полной мере оказать поддержку для рестарта, реформирования? Она уже это делает. Она уже делает? Сергей Павлович, а еще буквально на прошлой неделе в азербайджанских СМИ была распоряжена информация о том, что якобы по обращению азербайджанской стороны в учебниках истории России были внесены коррективы по части формулировки «Восточная Армения». Знаете, я могу опираться так же, как и вы, на средства массовой информации. Естественно, эти источники я комментировать не могу. Иной информации у меня нет. А есть новости о переговорах по поводу возвращения в войну армянскую пленную? Вы знаете, эта работа ведется постоянно, в том числе с участием высшего руководства Российской Федерации. Вы знаете, да, периодически появляется информация о возвращении новых групп. Конечно, нам бы хотелось, чтобы это все было быстрее, по принципу «все на все». Работа идет. Она непростая, но работа упорная по этому вопросу идет. Прогабай, сумею вас заверить. Есть новости о новой группе? У меня, в настоящий момент у меня нет. Садин Коберт, а когда начнутся активные процессы по урегулированию Нагорно-Карабахского вопроса в рамках ОПСЕ? Вы имеете в виду в рамках сопредседателя Минской группы? Насколько мне известно, работа в рамках Минской группы идет, сопредседатели находятся между собой в контакте, проводят периодические встречи, возможно, и посетят регион. Так что процесс не прекращался. А планируете ли встречи на высшем уровне в рамках сопредседательства Минской группы? На этот момент у меня такой информации нет. Почему, на ваш взгляд, несмотря на позицию России, необходимости обмена военно-председателями всех на всех, реализация данного пункта заявления не удается обеспечить? В частности, Азербайджан, Азербайджанская страна никак не удается обеспечить того, чтобы Азербайджанская страна реализовала этот пункт заявления и вернула армянских военно-председателя на родину. На ваш взгляд, почему не удается в полной мере? Вы знаете, я не являюсь участником непосредственным данной работы, поэтому мне сложно давать какие-то детальные комментарии. Но я знаю только одно, что работа эта очень упорная, она ведется. Спасибо. 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 Вы знаете, 23 февраля был Днем Советской Армии, военно-председатель Советского Союза. Наши вот целорусские союзники тоже в этот день празднуют свой праздник, праздник вооруженных сил. В других странах это другое время, в Армении День Армии 27-28 января, насколько известно. Но я думаю, что вот этот день, 23 февраля, все равно удивляется таким знакомым и символическим для всех наших стран, для всех постсоветских стран. С учетом того, что за годы Советского Союза действительно все советские республики внесли очень большой вклад в укрепление боевого образа, в те великие победы, которые одерживали советские вооруженные силы, прежде всего, в годы Великой Отечественной войны. Кстати, в этом году мы будем отмечать еще один юбилей, связанный с войной. Это начало Великой Отечественной войны, 22 июня, 80 лет с этой даты. Это вот те события, которые навсегда вписаны в историю наших народов. Все наши братские республики, вне в последнюю очередь обмене, внесли очень большой вклад в то, что сегодня мы с вами живем, то, что мир не скатился в бездну фашизма и нацизма. И я думаю, что сегодняшняя дата – это очень хороший повод еще раз вспомнить наших предков, наше славное боевое прошлое. И, скажем так, основываясь на вот этих славных наших традициях, все-таки, несмотря ни на что, ни на какие проблемы, ни на какие вызови, с уверенностью смотреть в будущее. Главное – быть вместе, главное – помнить то, что нас объединяет и то, что делает нас сильнее.